Водить служение в русло Евхаристии, то есть причастие Господне. И прочту, конечно же, место из Писания, которое написано в 1 Коринфянам 11 глава. Апостол Павел пишет. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал, «Приимите, едите, сие из тела мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери сказал, «Сие чаши есть новой, завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. И во всякий раз, когда едите хлеб сие и пьете чашу, сию смерть Господню возвещаете, доколе он придет». Посему, кто будет есть хлеб сие или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господне. Оттого многие из вас немощные, больные, немало умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Посему, братья мои, собираясь на вечерю друг друга, ждите». Аминь. Вы знаете, наша поместная церковь, мы сейчас живем в такое время, где-то идет война, и вообще по всему миру неспокойно. Поэтому мы делаем на это такой вот как бы уклон в том плане, что если вы как-то вот проходите транзитом, вы знаете, что вы у нас временно, что завтра вы будете уже в другом месте, и вы воцерковлены, так сказать. То есть вы когда-то заключили завет с Господом, приняли водное кричение, покаялись. Вы имеете полное право, если Бог расположит в ваше сердце, и у нас принять причастие. Потому что мы все христиане понимаем, что это очень важно. Это защита в драгоценной крови Христовой. Очень важно поддерживать свой дух. И сегодня я немножко скажу вообще о значении крови. Ну, может быть, сегодня я буду в большей степени говорить как врач, как медик. Я сегодня нахожусь в звании профессора. Но я не буду читать сегодня научный доклад, потому что это займет много времени. А просто некоторые такие выдержки из науки, которые нам уже известны. Например, такие, что Гиппократ считается почему-то основателем западной медицины, хотя, по большому счету, он к ней не относится практически никак. Западная медицина ей чуть больше 200 лет, а Гиппократ еще жил до Рождества Христова. Он был рожден в первом веке до Рождества Христова. Но этот человек, он исследовал человека, другого человека, людей вообще, разложил их на жидкости. Ну, то есть, Гиппократ – это один из первых ученых, который разложил людей на темпераменты. А чего зависит темперамент человека, как вы думаете? От жидкостей, которые циркулируют в нашем теле. Ну, например, кто такой холерик? Холерик от слова «холе». «Холе» – это если с латинского или с древнегреческого языка переводить, это «желч». То есть, это желчный человек, у которого много желчи, который может быть очень темпераментным. И, ну, как бы, современные ученые сделали такую аналогию, что привели 4 темперамента всего. И, ну, лучше всего подходит сюда произведение Дюма «Четыре мушкетера». И мы, конечно, все помним, что есть Д'Артаньян, да, ну, есть Атос, есть Портос, есть Арамис. Вот, как вы думаете, кто из них холерик? Конечно же, это Д'Артаньян, он такой темпераментный, вспыльчивый, что там, вот, ура, там, со шпагой вперед, драться. Вот, и это правильно, вот, то есть, первую житость мы разобрали – это холе, это желчь. Ну, от слова, вот, например, холи, другое слово научное – это холецистит, да. Ну, что такое холецистит? Это воспаление желчного пузыря, желчного прохода. Вот, это тоже используется слово холи, древнегреческое слово холи. Второе слово – это по своей текучести, это, конечно же, сангвиники. Сангвиники, приведенные из «Четырех мушкетеров» – это портос. Портос. Портосик такой большой, полный, у него много лимфы, вот, он такой весь текучий, шутник, постоянно смеется, постоянно хохочет. Вот, как сегодня Илья говорил, вот, очень много такого юмора в нем. Весельчак, да, такой. От слова «сангви», сангви переводится в современного греческого языка, переводится как «лимфа». Лимфа – это самая подвижная жидкость в нашем теле, вот, она так колышется, да, вот, если так посмотрим на портосика, он весь такой весь колебается, так, вот, и много смеется, и когда хохочет, он весь такой вот подвижный. Вот, третий темперамент – это, и вот здесь я немножко, вот, здесь я зациклюсь, потому что от слова «флегма». Флегма, если переводить с древнего греческого языка, переводится именно как «кровь». Примером из четырех мушкетеров является, конечно же, атос. Ну, это вот такой вдумчивый, кровь является более такой тугоподвижной, менее текучей, она такая вязкая, она красная, понятно, да, и это вот атос, он постоянно сидит, думает, вот, как его там эта миледи, да, вот, обманула, вот она такая, у нее там какая-то татура. Муровка там на плече, вот, какая-то непорядочная, вот, и вот он ее преследует, хочет найти с ней, разобраться, и постоянно он какой-то хмурый, вот, это вот такой темперамент, он такой тягучий, задумчивый, вот, и весь в себе. Вот, и, наконец, четвертая жидкость – это какая жидкость? Это милану, миланхолик. Миланхолик – это кто? Это арамис, он такой вот сидит, он так вот витает в облаках, вот, вот, размышляет, арасокритит, такая внешность. Милану в переводе с древнегреческого языка переводится как пигмент меланин, то есть, это самая такая, самая тугоподвижная жидкость в нашем организме, это может быть родинка, да, это может быть и очень опасная опухоль, которая так и называется, тоже от милану, меланома, одна из самых злокачественных раковых заболеваний. Я работал когда-то в раковой больнице, не знаю, о чем я говорю, то есть, лучше ее не трогать, если ее, там, один раз, там, биопсию сделали, метастазы на следующий день по всему телу, они, как говорится, обеспечены. Вот, и человек очень быстро умирает от какой-то одной такой пораненной меланомы, поэтому, как бы, скажу, как медик, если есть родинка, лучше ее не трогать, ну, сейчас модно стало родинку отрезать, удалить ее там или там что-то, не трогайте, ради бога, не растет и пусть она будет на вашем теле. Раньше хвалились, наоборот, у женщины там родинка какая-то вот такая, о, как красиво, мушка, да, и вот мы разобрали четыре жидкости организма, Гиппократ рассматривал их очень подробно, и в зависимости от превалирования какой-либо жидкости, он говорил, ну, вот этот человек меланхолик, вот этот человек флегматик, и это играло роль также, там показывают, например, 300 спарцанцев, знаменитый фильм, что полководец Леонид, он обращается к одному доктору древнему, говорит, а ты мог бы вот так сказать исход боя сегодня, он берет животное, разрезает его и смотрит на что? Смотрит на состав крови. Вот удивительно о том, что животные, они своей душой впитывают вот эту атмосферу о том, что что предстоит, о том, что нагнетается какая-то битва, какая-то бойня, очень много людей погибнут, и, конечно, животные тоже могут пострадать, животные готовятся, они находятся в каком-то стрессе, вот, очень много выделяется заранее желчи, которая также, вот интересно, что желчь может повлиять на состав крови, она может загустеть кровь, она может ее, наоборот, если больше страха, то может, наоборот, временная такая гипохромная анемия, то есть железо может резко упасть. Вы знаете, из чего состоит гемоглобин? Гемоглобин – это буквально клетка, которая входит в захват, захватывает молекулы кислорода и наносит их на различных частей тела, сама состоит из эритроцитов. Эритроциты состоят из металла, то есть это из железа. Железо, как и уникально, оно производится в нашем организме, как бы сам организм производит железо, то есть наше железо не добывает его, ну, там, из земли, мы не кушаем железо, да, в виде железной руды, мы немножко употребляем, конечно, в виде пищи, в яблоках, но мы все знаем, что есть немного железа, но в основном, как это ни странно звучит, железо вырабатывается нашим телом самостоятельно, его в нашем теле очень много, именно поэтому наша кровь, она какого цвета? Она красная. Вот, металл, железо входит в состав эритроцитов. Вы, может быть, их, конечно, если вы наблюдательны, то вы заметите о том, что красная кровь не только у человека, она практически у всех животных красная, то есть это коровы, там, это собаки, это кошки, у всех кровь красного цвета. Ну, вот единственное, что у каких-то примитивных насекомых, или там, ну, понятно, что там, эмфизорио туфелька, или там, муху какую-то вскрыли, а там, ну, кровь не красного цвета. Иногда тоже, и у мухи большой тоже может быть красная кровь, а так, в основном, это уже белая жидкость. Но я о чем? Если сравнивать все вот эти жидкости, которые, конечно же, очень важны, ну, там, желчь, да, пигмент, меланин, мы говорили, да, это лимфа, то единственная жидкость, которая дает жизнь человеку вообще, это что? Это только кровь. Это только кровь. Лимфа не дает жизнь человеку, желчь не дает жизнь человеку, она позволяет человеку быть более темпераментом или менее темпераментом. И, конечно же, меланин не дает жизнь человеку. Жизнь человеку дает только кровь. И сегодня я в основном говорю о крови, потому что Иисус Христос также говорит в основном о крови. Или, ну, даже вот в Писании, если вы прочитаете послание к Евреям, 9 главе, там написано так, ну, в основном кровь превозносится, превалирует. И написано там так, что, да и вообще, без пролития крови не бывает прощения. Вы слышите, да? Без пролития крови не бывает прощения. Или нужно было, чтобы пролилась кровь человека, или нужно было, чтобы пролилась кровь жертвенного какого-то животного, которое умирает или погибает за душу человека. Понимаете, да? Ну, вот заместительная жертва, которой есть Иисус Христос, он был как заместительный агнец, жертвенный агнец, который был принесен за нас. И когда Иисус Христос говорит о крови, вот в данном случае, Он не говорит о крови человека вообще. Речь идет о том, что у Бога кровь тоже красного цвета. Вот Бог пришел на эту землю видеть человеческое плоти, полнота Божества телесно сказана об Иисусе Христе. Он пришел как человек. Он был только по виду написано, как человек. На самом деле, кто Он был? Он был Богом. Вот есть колоссальное выражение, которое мне очень нравится. Бог пришел на эту землю и стал человеком для того, чтобы все люди через Него стали частью Бога. Потому что мы, причащаясь как раз таки вот и сегодня на Евхаристии Господне, мы признаем тот факт, что через завет с нашим Господом Иисусом Христом мы вступаем в единство. Мы становимся частью Бога. Мы кости от кости Его. Мы плоть от плоти Его. Мы непрестанно призваны, чтобы омываться Его драгоценной кровью. И написано так, что все вы, каждый, кто исповедует грехи ваши, да знайте, что кровь Иисуса Христа омывает вас от всякого греха. Кровь Иисуса Христа омывает от всякого греха. Что такое кровь Иисуса Христа? Давайте мы сегодня придем к самой сути. О том, что понятно, что имеется в виду, не что-то временное, у Бога есть кровь, у Бога есть тело. Но вы знаете, по Писанию, если вот очень хорошо и внимательно, вот так тщательно исследовать, Писание, то вы обнаружите о том, что плоть по Писанию, это равносильно Божьему Слову. Вот сегодня Илья, проповедник, он проповедовал о Слове, которое, кстати, у Бога тщетным не бывает никакое Слово написано. О том, что если Бог говорит, то Он это делает, Он исполняет. В 32-м Псалме написано и сказано, Бог посредством Слова творит все веки, да, и Духом у Своих Он созидает. Бог сказал и сделалось, повелел и исполнилось. И в этом отношении под плотью имеется в виду Слово Божие, оно у Бога не меняется никогда. Вот человек может сказать и забыть, завтра будет говорить совершенно другое, это меняется, сегодня говорю одно, завтра говорю другое. У Бога слова не меняются, Он сказал и все. Ну, в том плане, что значит, так оно и будет, и оно не изменится никогда, и это будет вечно актуально. Поэтому написано про верующих, если вы говорите, говорите как Слова Божие. Говори слова, говори как Слова Божие. Хорошо знать Священное Писание, его цитировать и верить в это, о том, что если Бог сказал, да, написано, что всякий призвавший имя Господне спасется, значит, я верю в это, значит, так оно и есть. Ну, что это сказал Иисус Христос, это слова Библии, и в том плане, что если я буду призывать имя Иисуса Христа, я спасенный человек. О том, что если разбудник на кресте призвал имя Господне, сказал Иисус Христос, ныне же со мной будешь на небесах. Это аминь или не аминь? Это абсолютно аминь, потому что это Иисус сказал. А Иисус – это последняя истина в инстанции, понимаете? Ну, то есть, это начало и конец. С Него все началось, им все и закончится. Он был в очереве у Бога написан, да, вот мне нравится всегда цитировать это место из Евангелия Танна, в первой главе. В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог, и оно было в начале у Бога, и все начало быть, что начало быть, через слово начало быть, и что не начало быть, через слово не начало быть. И никто не видел Бога никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, сущий. Вот Иисус Христос есть сущий. Он есть Его, настоящий Его, у которого нет ни начала, ни конца. И через которое, которое есть Слово, потому что Он есть Слово. Это Его ипостаси, это Его сущность. Через которого все началось. Со Словом все началось. А второе, под кровью что подразумевается в Писании? Что такое кровь, вечная кровь, которая никогда не меняется? Это Дух Святой. Вы знаете, как это понять? Сегодня я, например, ученый. Я почти день состою как ученый в научно-исследовательском институте иммунологии. Сегодня мы, ученые, можем какую-то жидкость создать. Жидкость, водичку набрали, металлы туда насыпали, железо. Просто вот так перемешали. Ну, вроде бы красная жидкость, вроде бы все течет. Ну, что-то оно, если ее залить в тело, оно как бы более живыми нас не сделает. Когда кровь становится живой? Или кто может дать жизнь крови? Вот написано, жизнь тела человека в крови. Кровь дает жизнь человеку. Ну, кто дает жизнь крови? И вот здесь я могу сказать очень простой такой ответ о том, что ученые это все отрицают, потому что доказать это невозможно. Но Писание говорит о том, что Бог вдохнул дыхание жизни своей. Вы верите в это? Бог дает жизнь. Японцы научились, и китайцы в том числе, могут поделать все, что угодно. Вы идете на базар, и там рис продается. А это искусственный рис, он уже в том плане, что... И не отличишь, берешь его вот так в руки, вот, колбасу создали, думаешь, это мясная колбаса, мяса там нет вообще. Пощупал, ну все, докторская там колбаса, ну, потом смотришь там вообще состав, там ничего живого нет. Вот, то есть люди научились создавать рис, но они не могут создать и по сей день. Никакие ученые не могут создать живой рис или живое пшено. Вот так, чтобы посадили в землю, чтобы она дала росток. Нету такого, понимаете, запомните это. Как бы наука не продвинулась сегодня, она не может вдохнуть дыхание жизни своей, понимаете, в зерно, элементарное зерно. Мы уже научились создавать пшеницу, зерно, но не научились создавать жизнь. Кто дает жизнь? Только Бог Святой и посредством Духа Своего Святого. То есть он вдохнул, и это дает жизнь. А если не вдохнет, то это и не будет жить. Поэтому это я сегодня вот так, просто вот так хотел бы очень сказать, очень важно, что Иисус Христос взял чашу, да, и сказал. Так же и чашу после вечерей сказал, сие чаши есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Вы помните, в Евангелии от Иоанна Иисус Христос сказал такую фразу, «Естьте мою плоть и будете иметь в жизни в себе, пейте мою кровь». После этого основная масса учеников развернулась и ушли. Они подумали, что он сошел с ума. Остались только 12 апостолов. Сказал, может быть, и вы хотите идти. И что сказал тогда апостол Петр? Куда нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Вот это мощнейшее откровение. Куда нам идти от тебя, Иисус? Ты в себе имеешь источники жизни. Куда нам идти от жизни? Куда нам бежать? Смерть, что ли, получается, автоматически. Мы останемся с тобой. Куда бы ты нас ни повел, что бы ты ни говорил. Мы знаем, что ты говоришь, это правда и истина. Потому что есть только один путь, есть только одна жизнь, есть только одна истина. Это наш Господь Иисус Христос. Поэтому сегодня мы подходим к крови Христовой. И мы принимаем это, потому что Иисус Христос это сказал. Сегодня мы услышали целую проповедь о том, что у Христа имеет слово, которое обладает колоссальной силой и колоссальной властью. Если Он это сказал, это всегда да и аминь. Если Он это нам повелел, о том, что вот эта чаша, завет в моей крови, пейте это и будете иметь в себе вечную жизнь. Принимайте тело мое, которое за вас преломлено, которое за вас... Он добровольно пошел на Голгофский крест, аминь, скажи, да? И отдал свою жизнь за нас. И, знаете, я так вот оцениваю свою жизнь. Как я мог бы доказать кому-то свою любовь, что я действительно люблю, что я не просто там какой-то болтун. И недавно родилась у нас внучка, там мы год праздновали. Я вот себе говорю о том, что вот... Бог дал такую любовь к этому маленькому комочку. Она такая маленькая, она только научилась ходить. Она делает какие-то первые шаги, говорит первые слова. А у меня даже вот такое, знаете, просто что... Я готов в любую секунду своей жизни, готов отдать жизнь за вот этого маленького ребеночка. Вот так я ее люблю. Это понятно, сверхъестественно. У меня нет такой любви. Я понимаю, что эта любовь, она мне от Бога дана. Но Бог, написано, свою любовь доказывает нам тем, что Он умер за нас, когда мы были еще грешными. Понимаете? Праведный умер за неправедных. И вот это вот меня, лично меня это покупает. В том плане, что я был когда-то бандитом, да? Был, ну, как бы... Мы жили в такой бандитской среде. Вот. И как бы я просто тренировал. Я был тренером. И ко мне приходили, у меня была команда 120 человек, более 120 человек. И тренировались у меня как и криминальные элементы, так и полицейские. И тогда они еще были милиционерами. Я был тренером по рукопашному бою. И вы знаете, вот в моей жизни был такой большой диапазон. В том плане, что я на юге по Чимкентам собирал хлопок. И у нас была один раз температура до плюс 56 поднялась. И одна девушка умерла от солнечного удара, гиповолемии, обезвоживания. Мы не успели ее спасти, нашли ее на грядке уже мертвой. Потом я попал в Сибирь, в Сургут на служение. Это была заполярная зона. И зимой, я помню, я был у сержантов тогда, разводящим караула. И у нас была температура минус 56. То есть я говорю о том, что мой диапазон от плюс 56 до минус 56 – это примерно 112 градусов. Ну вот так вот. Поэтому, может, я… Вот. Иногда… Трещинки можно на мне увидеть. От такого диапазона местами потрескался. Вот. Ну, я могу так очень хорошо оценить о том, что вот когда большая жара начинается, и вот начинается обезвоживание, и об одном думаешь только. Вот сейчас бы вот просто вот какой-нибудь… Я видел, что как бутылки там бросают с Coca-Cola и с какими-то другими напитками, Pepsi-Cola, потому что она в такую жару она вообще не заходит. Ну, в том плане, что просто это даже как-то странно пить. Единственное, что хочется пить во время жары, страшной жары, хочется пить воду. И только вода тебя может спасти, потому что любая другая жидкость, она у тебя буквально засыхает, вот как-то липнет в горле, застревает, не проходит. Вот. Единственная жидкость, которая проходит в такую страшную жару, это, конечно же, только вода. И только она является спасительной какой-то жидкостью. Вот. И единственная жидкость, которая дает нам настоящую жизнь, это та жидкость, которую предложил нам Бог. понимаете, вот какая связующая нить между Богом и человеком, о том, что если я подойду, как знаменито пробовать Билли Грэма, да, там, к муравейнику, ну, там, я могу, там, накормить там, немножко муравьев, там, порезавшись, случайно, покапать там, они начнут кушать, но это их не спасет надолго, правда, а вот Иисус Христос нам предложил что-то большее, Он предложил нам Духа Святого, который реально дает нас, дает нам вечную жизнь, о том, что я сегодня могу так сказать, я из тех людей, из тех христиан, которые питаются Духом Святым, в том плане, что я считаю так, что можно питаться Духом Святым, я верю в то, что когда мы придем на небесах, мы будем питаться очень сверхъестественно, написано Царствие Небесное, это не пища или питье, вот так и написано, о том, что у нас не будет там на небесах, ну, просто какой-то вот физической пищи, о том, что мясо поесть, или там, вот я люблю мясо, но я знаю, что там на небесах мяса уже не будет, ну, там очень много будет Духа Святого, и просто вот, на самом деле, есть какие-то обленные такие истины, которые написаны в Писании, о том, что мы будем питаться Духом Святым, мы будем питаться Словом Божьим, скажи аминь, да, и мы можем питаться, дышать Его Духом Святым, на самом деле, пить Его благодать, живительную благодать, и вот это и есть живая кровь нашего Бога, которую Он нам предложил, и сегодня также предлагает. Давайте мы приступим. Я хотел сегодня попросить пастора Андрея помочь в трапезе Господне, и кто у нас, Александра Ждановича, если можно, тоже попросить, поучаствовать. Давайте сегодня встанут те, которые в завете с Богом, которые есть часть тела Его, от кости Его, от плоти Его, которые уже причастны, и мы только всему Духовному миру подтверждаем о том, что мы есть причастники Божественного естества. Так, так же. Так.